Оружие, финансы, санкции против России, безопасность и трибунал для военных преступников. Сейчас это главные темы для Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский во время онлайн-выступления перед студентами Стэнфордского университета. По словам главы государства, поставки оружия позволят Украине преодолеть техническое преимущество российской армии. Санкции против страны-агрессора сократят поток денег на войну, а финансовая помощь Украине сохранят социальную стабильность, пока идет война. Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что необходима действенная архитектура безопасности, которая не допустит новых войн в мире. С сентября прошлого года, когда я впервые был в Стэнфорде во время визитов Соединенные Штаты, очень многое изменилось. Но с другой стороны, очень многое осталось таким, как и раньше. Как я тогда и говорил, Украина – это страна, где возможно все. Так и было. Но теперь всему миру известно, что в Украине возможно даже то, о чем другие многие годы просто боялись подумать. Украина – это страна, которая уничтожила миф о чрезвычайной силе российской армии. Армии, которая якобы через несколько дней могла бы завоевать всех, кого захочет. Украина – это страна, в которой российская армия продолжает вести войну, которую не хочет заканчивать. Сейчас Россия пытается оккупировать все государство. Но мы чувствуем в себе достаточно сил, чтобы думать о будущем Украины, которая будет открыта для мира. Многие из вас будут в Украине и будут помогать нашему восстановлению после войны, потому что это самый большой проект защиты свободы, в котором ваше поколение может принять участие. Наши города разрушены, наше море пока заблокировано, но мы остаемся свободными.